В Тимиртау закрывается первый и единственный в области приют для жертв торговли людьми. Скорее всего, он откроется вновь через несколько месяцев. Но куда сейчас пойдут семеро постояльцев приюта? И какие люди туда попадают? В сюжете Людмилы Батюшкиной. История Ирины вполне может лечь в основу сценария триллера. Родилась в России в 11 лет. Мать нелегально привезла ее в Казахстан. И то ли отдала, то ли продала цыганам. Там девочка ухаживала за слепым пожилым мужчиной и ребенком. Училась только до шестого класса. Потом хозяевам надоело, что она приходит уставшая и мало работает. Я переехала ближе к Астане. Там поселок Шартанда называется. А мама осталась в Адбасаре. Мы так вот с ней с 13 лет, я ее не видела. Потом, как исполнится мне 18 лет, получается, в феврале, я убежала от них. Вот мне помогла девушка, которая со стороны наблюдала то, что они мало того, что не кормили, я носила то, что давали. И она предложила все-таки уехать к ее маме. Девушка уехала в Тимиртау. Через 7 лет встретила парня-сироту. От него забеременела. Удостоверения личности у Ирины никогда не было. Гражданство тоже. Три года она тщетно пыталась оформить документы. Недавно узнала, что два года назад ее мать умерла. В кризисный центр ее отправили из посольства. Казахстанское гражданство оформить так и не получилось. Только российское. Сейчас дочке полтора месяца. Со свидетельством о рождении также проблема. Теперь у меня самая главная мечта – растить ребенка, сохранить свою семью и добиться все-таки этих документов. Такой кризисный центр действует в области первый год. Он рассчитан на семь постояльцев. Все места заняты. У каждого подопечного личная трагедия. Ольга также была в рабстве вместе с сыном. Помогла мне с ребенком в садик устроиться. Мне сделали лечение зубов. Ребенку проплатили лечение, потому что мой ребенок был психологически неуравновешенный. Он всего боялся. Даже людей всех боялся. Кушать боялся и играться боялся. То есть был совсем замкнутым ребенком. На днях приют должен закрыться. Финансирование было рассчитано с марта по декабрь. Руководитель центра подыскала временное жилье для постояльцев в общежитиях, оплатила проживание за 4 месяца за счет Международной организации по миграции. Уязвимость начинается с того, что человек без документов. У нас есть ребята, которые в июне месяце к нам поступили. По сей день мы тоже не можем получить документы, потому что очень много справок, очень много всякой волокиты, проблемных всяких вопросов, запросов, переписок, писем. И самое главное – это документы. Второе – это обеспечение жильем. То есть жилье и работа. Центр организовал общественный фонд «Кайсар» по госзаказу областного управления координацией занятости и социальных программ. Однозначно, проект нужно продлевать, уверены специалисты. У нас есть целые семьи, целые, скажем так, уже поколения недокументированных лиц, когда, например, мать невозможно документировать, соответственно, невозможно документировать ее дочь. Соответственно, у этой дочери у нас есть такая семья, у нее уже пятеро детей, и всех детей невозможно документировать. Соответственно, все недокументированные люди – это потенциальные жертвы торговли людьми, это потенциальные жертвы вовлечения в тоталитарные секты. По официальным данным, с каждым годом пострадавших от торговли людьми становится все больше. Если в прошлом году обратилась в центр 7 женщин, то в этом уже 17. Реальные цифры в десятки раз больше, считает Оксана Тарабукина. На следующий год объявлен тендер на работу приюта для бывших в рабстве людей уже на 10 мест.